Салют, друзья! 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 Кто до сих пор читает эти вещи, более того, судя по отзывам, по мемуарам и тех, кто читал во времена самого Алигьери, им было понятно, что речь идет о человеческой душе, потому и интересно, потому и страшно, потому и захватывающе, потому что описываются уровни нашей психики. Уровни социального устройства, уровни социальной психики, которая включает в себя и социальное устройство, и наше поведение, и наши ценностные ориентировки, и нашу мотивацию разноуровневую. Да это настоящий пир для человека, который воспринимает свою психику не как какой-то сложившийся комок или камень, который внутри такой же, как и снаружи, а как сложную, сложноустроенную машину, которая формируется с годами, на которую очень сильно влияет наследственность и крайне сильно влияет среда, в которой живет человек. Практически энциклопедия общественно-политической жизни всегда считалась, считается до сих пор божественная комедия Данте. И хотя никогда он не претендовал не только на звание ученого, но даже на звание философа, это поэт, но порой, возможно, именно тем же самым интуитивным ходом, порой именно из-за действия того самого модным словом, образец инсайта, какие-то люди далекие от науки могли не застревать в том, чем застревали ученые, в последовательности шагов. Они могли не страдать от комплекса сороконожки, внезапно перед ними, как в утопии Томаса Мора или в городе Солнца, являлась и какой-то идеальной картина социального, например, устройства. Или внутренних структур работающей психики, как в случае с Данте. Ну а если мы будем говорить про Джона Мильтона и его потерянный рай, тут сложно вообще назвать какие-то области общественной жизни, которые не нашли свое метафорическое и даже глубже, чем метафорическое, а просто какое-то психологическое изложение. И культура, и политика, и экономика, и социальные какие-то трансформации. Все отразилось в одной из величайших поэм в истории мировой литературы. До сих пор ученые любят козырять свои эрудиции, ученые-технари, химики, физики, математики, когда они украшают свои трактаты или научно-популярные книги строками из одной и той же поэмы Мильтона. Лев Семенович Выгодский, один из величайших психологов, ну по крайней мере, наверное, величайший русский психолог, когда его задали любимый психологам вопрос, какую бы книгу вы схватили, единственную, если бы вам нужно было бы спасаться бегством из здания охваченного пожара, только одну книгу, Выгодский ответил, безусловно, это был бы томик произведения Шекспира. И межгендерные, и межвозрастные, и межрасовые, и даже кростемпоральные, то есть столкновения разных эпох, новое время пробуксовывает через какие-то средневековые данности, обусловленные какими-то традиционным укладом, какими-то социальными ролями, какими-то архаичными пластами психи, которые очень трудно приминаются, поддаются веяниям новым, каким-то новшествам социальными и экономическим. Вот, наверное, самый великий психолог, самый великий исследователь человеческого сознания, человеческого поведения общества, совершенно отнюдь, если он вообще и был. Но он, если даже и был, то, конечно, он не был ученым. Уильям наш Шекспир создал такие произведения, которые до сих пор являются одними из самых любимых среди, например, физиков отечественных, когда производили опрос, какого писателя вы считаете наиболее выдающимся или поэта. Большинство из них, конечно же, считало таким нашего Уильяма. Что же, кроме творческого озарения, также влияет на жизнь людей, в том числе на жизнь ученых? Теперь поговорим о предвидении, об умении какого-то прогноза. Безусловно, для того, чтобы что-то прогнозировать, нужно владеть каким-то определенным лексиконом. Либо мы даже не будем говорить о каких-то социальных прогнозах, которые давали, например, Кампанелло в городе Солнце, или вы уже упомяните, Томас Мор в своей утопии, когда они предугадывали какое-то правильное, идеальное в их представлении социальное устройство, которое будет лишено эксплуатации человека человеком. Почему? Потому что в нем будет контролироваться вопрос частного собственности на средства производства. Говоря о взаимосвязи между социальным устройством, экономикой, техникой и психической жизнью каждого отдельного индивида, многие из элементов, которые были им придуманы в совершенно фантастических произведениях, сегодня пронизывают нашу реальную соцзащиту, например, микрорайоны, например, там социальная политика государства и прочее. Не будем сейчас об этом говорить, поговорим о научном определенном предвидении. Общим местом для различных футурологов, конечно же, является анализ, умноженный, помноженный на любовные воспоминания своей юности, произведение Жюль Верна, великого французского писателя, которого предугадал развитие науки в самых разных областях. Каждое его практически из наиболее значимых его произведений, это какой-то научный прогноз, выполненный в литературной форме. Довольно простой литературой, но захватывающе интересно описанный. Будь то полет на Луну, будь то какие-то гигантские подводные лодки, будь то освоение человеком внешней среды, то есть, будь то, например, электрификация мира, будь то, например, трансконтинентальные какие-то транспортные сообщения, типа железной дороги и все остальное. То есть, практически контуры всей современной науки, можно сказать, грубо говоря, были заложены Жюль Верна. Поэтому есть немало конспирологических версий, конечно же, когда очень трудно что-то объяснить, исходя из нехватки фактов. Тут в дело включается фантазия, и немало конспирологов начинали утверждать, что Жюль Верна был путешественником во времени, или, например, что он вообще там был каким-нибудь инопланетянином, который снаружи посмотрел, а здесь людей на самом деле обучил. И он был не пророком в развитии науки и техники, а совершенно наоборот, он прописал вот ту канву, которую потом ученые начали осваивать. И, кстати говоря, возможно, это действительно так. Есть несколько принципов в психологии, согласно которым результат зависит от целенаправленного внимания к результату. То есть, вполне возможно, этот тезис Фомы Аквинского, чтобы верить, чтобы понимать, он действовал и в научной среде. Когда Жюль Верн своими романтическими писаниями так сильно заряжал определенные деятели, что они и тыркались в определенное направление, и пытались достичь определенного успеха именно в той области, которую написал. В свое время Гегель утверждал, философы не правят миром, но не создают представления, а представления правят миром. А если эти представления еще обрастают большим количеством живописных технических особенностей, тем более они кажутся быстро и легко осуществимыми. И если какой-нибудь ученый читает произведение Жюль, начинающий ученый, произведение Жюль Верна, о, например, полете на Луну, и видит какие-то несоответствия в его картине мира, тут же включается практическая складка, и ученые пытаются придумать, а как это сделать осуществимым. Ну, не говоря уже об одном из самых ярких и точно сделанных прогнозов, которому этот писатель даже дал свое наименование. Речь идет о Карле Чапоке и о его прогнозе механических живых существ, наделенных разумом. Речь идет о роботах. Эти самые существа пока что еще не созданы в том виде, в котором они предполагались учеными или научной фантастикой описаны, то есть обладающие искусственным интеллектом. Но сам факт этих существ, чешским фантастам, был описан еще в начале 20 века. Ну, а наиболее яркая фигура, конечно же, это Айзек Азимов. Американский писатель-фантаст, один из корифеев научной фантастики, который в своем sci-fi описал многие вещи, ставшие действительно для нас реальностью. СВЧ-печи, жидкокристаллические мониторы, телевизоры с плоским экраном, смартфоны вообще как таковые, то есть беспроводные устройства связи, с помощью которых можно не только говорить и показывать, но еще и какие-то компьютерные задачи решать. Ну и, конечно же, робот, которого он не только описал, но еще и придумал свои, собственно, три закона робототехники, которые пока что, конечно, не используются, поскольку роботов в честном виде нет. А вот этот Азимо, знаменитый японский робот, который назван в честь великого фантаста, он, конечно, носит развлекательные функции, но до сих пор, как я рассказывал в прошлой лекции, самые главные, самые лучшие автомобили мира выпускаются, то есть это Мерседесы в Германии и Тойота в Японии выпускается на роботизированных пространствах, где автомат лишен ошибок человека, он может сам проверять самого себя, он может анализировать свою возможную ущербность и неполноценность на предмет возможных ошибок, он лишен человеческой страсти и пристрастности, поэтому он и создает наиболее качественный продукт, полностью владея производством на всех его уровнях и одновременно держа все эти уровни в одном уровне своего понимания. Ну и, конечно же, известная тема современных фальсификаций и вообще вдохновляющих разговоров на эту тему, это предсказания в Симпсонах за 30 лет создания одного из величайших мультипликационных юмористических сериалов, чего только не было ими предсказано. Начиная с ковида, причем который именно из Китая распространился, вплоть до совершенно фантастического прогноза, который осмеивался многократно, это избрание Трампа президентом Америки, вот, и все вплоть до возрождения ленинизма, сталинизма и так далее. То есть есть список около 26, по-моему, предсказаний в Симпсона, которые уже сейчас исполнились в наше время. Так что речь идет о том, что интуиция таким образом может работать и в перспективном плане пытаться предугадать то, чего еще нет и может быть. А может быть, даже, повторюсь, обратная закономерность здесь действует. Речь не столько в предугадывании, сколько в обращении внимания на что-то. И в какой-либо подростковом возрасте, повторюсь, будущий ученый, изучая, например, Канон Дойля «Затерянный мир» или читая «Машину времени» Герберта Уэллса, изначально направляет свой ум на решение этой проблемы в научном качестве и решает, когда у него предоставляется для этого возможность. Ну, кроме предвидений, есть еще важный и весьма спорный момент, который в наше время весьма серьезно активизировался и воспринимает себя, хотя любит заявлять о связи, непротиворечивости с наукой, но на самом деле себя являет полным антиподом науки, это религия. То есть речь идет о систематическом мировоззрении на основе веры в сверхъестественное. Повторюсь, что в основе религии лежит система, а в основе системы лежит вера. И вера это принципиально непроверяемая. То есть что еще может быть более антинаучным, вместо научным, противонаучным, кроме религии. Креду по абсурдум. Известные слова, которыми по церковному преданию оперировал один из основоположников церкви, один из отцов церкви, из церковных учителей, точнее, Тертулиан. То есть верую, потому что это абсурдно. То есть если это не укладывается в рамки человеческого мышления, которое изначально полагалось ущербным, неправильным, неполноценным и так далее, как апостол Павел писал, мы проповедуем Христа, распятого для елинов соблазн, а для иудеев безумие. То есть не вмещается в определенную картину, картину принципов, ценностей, то, что проповедует христианство. И с одной стороны человек теряет связь с реальностью, а с другой стороны у него освобождается сознание, и он может действительно, говоря о научной деятельности, он может не верить в какие-то ограничения ученых, которые были до него. Он может быть более смелым, он может быть более решительным. И кроме того, что здесь положительного влияния религии, это определенный гуманистический посыл. То есть христианство, допустим, обладает определенной этикой, которая всегда оказывается двойственной при обращении к политическим вопросам, все-таки по обращению к равному мне другому человеку действует определенным образом. Я должен действовать по отношению к другому, так как хочу, чтобы действовали в отношении меня. Поэтому религия также влияет весьма серьезно и на политику, и самое главное на мораль. То есть ученый думает не только о кабинетном интересе своего исследования, изобретения, но и о том, какую пользу он может принести. Сегодня ведутся весьма серьезные, длительные, на мой взгляд, непродуктивные споры о том, что же было первичным. Вот этот самый римский антропоцентризм, который перекочевал потом в христианство и сделал его таким, какой оно есть, в особенности католичество, а затем протестантизм. Или же наоборот, это чисто христианские черты, которыми обогатило христианство западную цивилизацию, этим самым гуманизмом и антропоцентризмом. Недавно один католический богослов выпустил книгу, сейчас не помню точно, как называется она, примерно так, каким образом католики создали западную цивилизацию. И вот там об этом как раз речь идет, что сам рационализм, гуманизм, антропоцентризм придуман христианами. А потом уже ученые просто бога из этой системы ценностей убрали. Отчасти, когда мы анализируем, к примеру, учение Блаженного Августина о прогрессе, когда он рассуждает о том, что человечество поднимается по определенным ступенькам, и показателем более высокой ступеньки является уровень развития общества, уровень развития морали и отношения людей друг к другу, и это все ведет бог, то в принципе, если я бога убираю из этой системы, то я вижу уже просто элементарную марксистскую или позитивистскую систему прогресса, согласно которой развитие осуществляется посредством изменения общественных условий, изменения отношения человека к самому себе и к окружающему миру, к жизни, к природе, к обществу, к производству и все прочее. Так что в этом, наверное, с точки зрения науки, наиболее англическая сторона религии, то есть она делает человека в чем-то свободным от каких-то ограничений, направляя в бесконечность его посыл. Ну а демоническая сторона, это мы знаем, мы не будем вести ставшие общим местом разговоры про Инквизицию, про Джордана Бруна, про то, что бога нет, это факт медицинский, как авторитетно заметил Ксензо, один из величайших деятелей в истории русской литературы, что действительно, с одной стороны, религия всегда гнала науку, с другой стороны, монастыри, в особенности католические, всегда были центрами развития науки, все выдающиеся ученые средневековые были без сомнения монахами, а скорее всего и священнослужителями, об этом я также буду говорить. То есть религия аккумулировала внутри себя весьма серьезный научный заряд. И с одной стороны, заставляла его работать на себя, или работать в холостую, в никуда. Но с другой стороны, она предохранила его от выхолощивания. Об этом также будем говорить. Но все-таки, действительно, забегая в будущее, забегая в 20 и 21 век, ну, наверное, мы можем сказать, что религия с наукой находится в ситуации неприкрытой вражды. Поскольку, если существует то, что проверить нельзя, тогда вообще мне не нужно занимать свой ум ничем. А я могу отдаться самым нелепым басням и фантазиям. Или, с другой стороны, если то, что существует, понимать, чтобы верить. Если существует только то, что можно понять, значит, просто религия обречена на исчезновение. Или на сведение к самым таким примитивным, ритуальным, психологическим тактикам. Традиции. В 70-е годы вышло и потом имело многократное переиздание две книги американского физика Фрикева Капры. Это «Дау физики» и «Уроки мудрости». Наравне с огромным количеством ошибок, неточностей, предвзятостей, натяжек в разных областях, в особенности в биологии, Капру казал интересные вещи. Древние цивилизации Индии, Китая имели сведения о различных научных открытиях, которые были осуществлены гораздо позже. То есть догадывались, возможно, думаю, скорее главная сила интуиция. Жрецы древности могли действительно предположить, как то было, например, в Большей Жеке в Древней Индии, что мир состоит из маленьких кусочков атомов, между которыми находится пустота. И гораздо позже об этом же говорили Левкхип и Демокрит в Древней Греции, что существуют поля и четкие грани между корпускулой и полем. На самом деле не существует. В принципе, православное учение о духовности, оно весьма коррелирует с учением и с корпускулярно-волновым дуализмом, и вообще с современной космогонией, с представлением о Большом Взрыве, с современной философией энергетики, не биоэнергетики, а именно энергетики, о превращении энергии в вещество, что потом имело свой весьма мечальный результат в ядерной физике. Особенности XX века середины. Так что несистематизированные, разрозненные, отрывочные, научные данные были накоплены в глубокой древности, но они не имели прагматичного применения. Они были эзотерическими. Они передавались из уст в уста, внутри общин каких-то жрецов. И поскольку они никак не могли быть применимы к изменению реальности, магическим каким-то образом, и в то же время они действительно имели характер каких-то озарений, их передавали как определенные ритуалы, приобщение к которым означало приобщение к какому-то высшему миру. Древние обсерватории и древнеамериканские, и центральноазиатские, и египетские, в которых были высчитаны траектории, размер, карты звездного неба, был просчитан угол наклона оси Земли, были просчитаны продолжительность дня, продолжительность суток, заложены основы математики, заложено представление вообще о современной физике, даже само представление об атоме. Сегодня многие ученые отказались от представления об изобретениях, о каком-то внезапном новшестве. Порох был открыт в Средневековье, потому что обожженный, обгорелый бородой монах просто хотел воссоздать вот то самое скрытое и жутко таинственное китайское искусство, которое было известно китайцам давным-давно, но использовалось только либо в ритуальных, либо в развлекательных целях. Так что практически все самые радикальные научные открытия, они имели свою предысторию. И в большинстве случаев запуск какого-то изобретения был на самом деле лишь перезапуском, его творческим переосмыслением, что и совершили. Практически все, что мы знаем в основах всей современной математики, физики и отчасти даже химии, заложено в глубоком древности, в каких-то общинах жрецов, в каких-то древних лабораториях. Одну египетскую математику, например, если взять, которая содержит в себе заряд для развития, наверное, науки всего мира на все последующие времена. На этой дорожке, конечно, легко оскользнуться. Пирамиды, допустим, настолько точно, безукоризненно и величественно выглядят, что до сих пор вызывают у многих трепет. Строительная техника, самая современная, аж до конца 20 века, не могла воспроизвести то, на что оказалась способна рабовладельческая экономика. Они были самыми высокими рукотворными сооружениями в мире. Отсюда, конечно, легко какую-нибудь институацию создать. И предположили, что поскольку наши предки были глупее нас, раз у них не было смартфонов, то, соответственно, они и не могли построить. А кто кто-то другие? Какие-нибудь иноптонитяне, рептилоиды и так далее. И дальше пошла звезда по кочкам и начинаем придумывать более и более идиотские оправдания. Вместо того, чтобы просто сказать и удовольствоваться честным, научным. Я не знаю, но попробую в этом разобраться. Таким образом, традиционность в представлениях каких-то передавалась из поколения в поколение, когда средневековая Европа была убеждена, что мир плоский, находится на спинах китов или слонов. Но византийские императоры и их преемники, русские цари, держали державу в левой ладони, как шар, как символ земли, венчанного крестом, как знак того, что земля шарообразна. Так что определенные сведения они передавались и не имели никакого особого значения. Научные разрозненные сведения имели сакральный характер именно потому, что не были приложены, приложимы к изменению реальности. И когда наука начала реальность менять, вот тогда она и родилась. А теперь о них самих поговорим. Об ученых и насколько они были чисты, как ученые. Насколько действительно они соответствовали высоким научным требованиям, предъявляемым к ним сегодня и их сторонниками, и их противниками. Но начиная с отца всех ученых, с Аристотеля, который утверждал, что мир движется в принципе по инерции, предваряя очень-очень многих ученых, пользуясь себя вплоть до Исаака Ньютона. Но все мировое движение имеет свои причины. Он упирался спиной в ту самую первопричину, в перводвигатель, который он называл как причина всего движения. Которые христианские аристотелисты именно именовали потом Богом. И Аристотеля вместе с Платоном первые христиане, наиболее продвинутые, наверное, иногда изображали на внешней стороне церковных храмовых дверей. И называли иногда их христианами до Христа. Платону за его учение о душе, о его психе. А Аристотеля за именно это учение о перводвигателе, который запустил все мировое движение. То есть мир имел начало. Вот именно это коррелировалось, согласовывалось с христианством. Он не возник случайно. Он не вечный. Он не движется по каким-то циклам или волнам, как об этом говорит, допустим, индуизм или мучение Гермеса Трисмегиста. Так что именно во многом Аристотель ответственен за развитие авраамических религий. Всех трех версий. В интерпретации раввенической он повлиял, безусловно, на развитие иудаизма. Он повлиял на своеобразное развитие и на гигантский взрыв просто учености в арабском мире в средние века, когда европейцы были совсем еще дикими. И впоследствии, когда они начали с арабского языка переводить ибн Рушта и других толкователей Аристотеля какие-то кусочки, а потом сами текст Аристотеля нашли. Вот тогда и взорвалась, собственно, европейская наука как таковая. Но внутри храмов, ибо перводвигатель. Или, например, Пифагор Самоский, отец математики, как его называют, который не просто был в выучке многолетних у магов. Его философская школа не напоминала, собственно, школу. Она больше напоминала религиозный культ, известная вот картина. Пифагорейцы пропразднуют рассвет. Бражников, по-моему, художник. Картина гимн Пифагорейцев. Участники давали друг другу клятва определенные. Было несколько уровней посвященности в тайные знания. Были определенные ритуалы инициатические в этих общинах пифагорейских. Ну и само представление о том, что мир состоит из божественных чисел, которые, проецируясь в нашем мире, представляют собой определенный материальный предмет. А сами по себе они живут в иной реальности, от которой наш мир лишь его слабое отображение. В этом он повлиял на Пифагора в его учении о мире идей и мире вещей, в особенности в мифе о пещере. И, собственно, то, как мы знаем Пифагора, математика, лишь попытка прояснить какие-то божественные, священные, сакральные проекции, которые нам здесь ясны, попытки разгадать волю богов. Так что, в первую очередь, конечно же, он был жрецом и мыслителем, причем весьма религиозно ориентированным. И во вторую сторону, во внешне своим проявлением он был для нас математиком. Ну и, конечно же, ключевая фигура в таком вот неполной научности, в согласовании религиозного и научного форм миропознания, это Николай Коперник. Картина известного польского художника Яна Матейка «Разговор Коперника с Богом». То есть, во-первых, ну и сам Коперник, который в свою жизнь был каноником, то есть церковно-служителем, а, возможно, и священно-служителем, потому что в католической церкви там весьма сложная система должностей. Но он занимал, он был помощником своего дяди-епископа, и долгое время он был помощником епископа в осуществлении управления областью. Вполне возможно, что он еще и священником был, но об этом на самом деле достоверно мы знать не можем. Но он всю жизнь служил в церкви на высокой достаточно должности, и никогда не видел противоречия между Богом и своими откровениями. В своей знаменитой книге об обращении небесных сфер он не только не спровергал религиозную картину, он, как он утверждал, прояснял замысел Творца, то, каким образом мир существует. То есть мир крушился вокруг Коперника, те, кто его изучал, вокруг средневекового католицизма, но не в голове него самого. То есть был ли он таким кентавром своеобразным, который соединял в себе несогласуемое? Я думаю, что с точки зрения самой внешней науки, то да. Со своей собственной стороны, наверное, нет. Человек-существо выживаемое, и он всегда пытается сплести в себе вместе все свои разносогласованные области. Жизофрения не очень благоприятные условия для развития личности. Николай Кузанский, епископ и кардинал католической церкви, один из основоположников современной математики. Более того, он утверждал, что математика – это универсальный язык науки. Мы можем посредством чисел все научные области интегрировать друг с другом. Кроме того, его сочинение о физике, об астрономии, например, он утверждал о бесконечности Вселенной, о ее постоянном самоудалении космических объектов друг от друга, о сферичности космоса в нашем восприятии. В то же время он был католическим кардиналом. Это позволяло ему согласовывать эти обе сферы, причем самое главное – разрыва никакого не было. Все то, что во средневековые книжники обнаруживали, они пытались вписать в свяцы своей собственной религии, сделать так, чтобы это выглядело весьма по уставу. Когда я видел портрет этого человека в школьных учебниках, в разделе о генетике, в советское время крест на груди Грегора Иоганна Менделя, всегда затушевывали. Он всегда выглядел в каком-то странном черном плаще без воротничка. Воротничок тоже затирали, чтобы не возникало предположений у советского школьника, что он был не просто священником, а аббатом, то есть настоятелем католического монастыря, на грядках которого Мендели производил свои знаменитые опыты с наследственностью, на основе которых сформировалась вся современная генетика. Все эти фигуры, о которых сейчас говорю, лучше, чем я, используют религиозники, потому что они пытаются нам представить науку как непротиворечие религии. Я иду несколько по другому пути. Я пытаюсь встать на их позицию в техническом диапазоне, рассмотреть этих деятелей науки как не совсем научных. Именно за ту их не совсем научность и зацепились новые современные дикари, которые вообще пытаются не спровернуть науку со своего заслуженного трона. Первооткрыватель Синандропа, переходной фазы между Пятикантропом и Неандертальцем, который считалось, возможно, уже умел пользоваться огнем. Один из основоположников вместе с вернадским учения о ноосфере, Пьерте Ярде Шарден в своей книге «Феномен человека» предложил совершенно новую версию эволюционного учения, которое казалось вызовом для всех, в первую очередь для католиков в свое время, как католическим священникам. Учение о направленной эволюции. Но об этом я поговорю несколько позже. То есть он был уже настоящим кентавром. Он пытался соединить то, что в принципе соединить невозможно, и вряд ли предполагал, что его теория будет иметь такое развитие в дальнейшем. Ну и, конечно же, сэр Исаак Ньютон. Который не только был с одной стороны ученым, а с другой стороны верующим. Он еще и богословом был, причем весьма вольнодумным, который весьма своеобразно воспринимал учения христианское традиционное о Святой Троице, о богочеловеческой природе Иисуса Христа. И у него было множество богословских трактатов, в которых он пытался согласовать свое радикальное мировидение, согласно, в котором всеми мировыми процессами управляла инерция. В религии это выражалось, конечно же, в дейтической картине мира. То есть Бог запустил мировые процессы, а сам им не управляет. Часы заведены, они тикают столько, сколько положено его заводу. И вот это представление свое чисто физическое, которое до сих пор во многом актуально, Ньютон пытался и в религии также отобразить. Михаил Васильевич Ломоносов, который был энциклопедистом, ну, сложно перечислять в каких областях, и в металлургии, и в химии, и в лингвистике. Мы до сих пор фактически используем написание букв русского языка, которое им предложено. И один из первых отечественных историков. Он тоже был деистом. Он не отрицал существование Бога, он посвящал ему восторженные гимны свои в своем специфической стихотворной технике 18 века. По своим взглядам он был, конечно, деистом и пытался согласовать какие-то научные открытия с волей Творца, которую он понемножечку раскрывает. Потом, с годами эта воля стала немножко пропадать, а открытия, освободившись от воли, начали благополучно взмыкаться друг с другом и сформировалась уже настоящая современная наука, а одним из основоположников, скорее, в которой Михаил Васильевич, безусловно, был. Тоже яркий пример вот этого кентавризма – это Феодосий Добжанский, один из лидеров современного эволюционизма, генетического эволюционизма, который не на примере умозрительных представлений об изменчивости наследственности или общих философиям о борьбе и конкурентном преимуществе, а на основе генетики, исследуя муху дрозофилу, он доказал, каким образом происходилось приобретение и наследование вот этого самого гена, который отвечает за превращение в новую биологическую форму. Феодосий Добжанский всю жизнь был православным христианином, не пропустил, как писали его биографы, ни единой божественной литургии, даже когда эмигрировал в США из России, продолжал посещать в эмиграции русскую православную, а не русскую, кажется, антиофийскую православную церковь. Вот это никак ему не мешало. Но он уже более яркий пример именно кентавризма, поскольку он прямо утверждал, что научные открытия должны совершаться только с помощью ума. То есть его религия уже была его личным делом, он ее не вплетал в свою деятельность. И в принципе предыдущие лица тоже не вплетали, а они лишь пытались согласовать, оправдать, примирить. В одном случае для того, чтобы инквизиторы до них не добрались, в другом случае тупо чтобы опубликовали, чтобы какой-нибудь в индекс запрещенных книгах Бруно не влететь аж до 1948 года. В третьем случае просто потому, что мышление было таким двойственным, разорванным, а это неестественные люди пытались согласовать. Вот Домжанский уже яркий пример того, как ему не нужно было согласовывать две разные стороны расходящейся области деятельности. Синтетический эволюционин современный, корифеем которого он является, и православный христианство. Ну что может быть более разноположным. В его фигуре это примерялось. Ну и конечно же начинаются различные инсинуации, когда мы говорим про Чарльза Дарвина. Значит многие утверждают, пытаются в религиозных кругах, что на самом деле его теория эволюции, она а. не противоречила его личной религиозности, б. он не утверждал, что она отрицает существование Бога, в. он утверждал, что человек произошел каким-то совершенно особым образом, а не посредством эволюции, г. его вообще все не так поняли, а он не об этом говорил, а лишь его там племянники, или там Гегексли, просто исказил, извратил его теорию, превратив то, что известно нам. Он прямо и четко писал, что он был действительно верующим человеком, обучавшимся проповедничеству, изучающим священное писание, из борта корабля Бигель, когда он вернулся в Великобританию, он зашел уже абсолютно атеистом, совершенно неверующим человеком, поскольку он увидел те механизмы, которые действуют в природе. Но в рамках своего викторианского общества в Англии он продолжал сохранять определенные правила поведения. Например, он посещал церковь регулярно, молитвенный дом, старостой которого он до самой смерти был. Здесь, даже как в случае Добжанского, не было никаких разных областей. Для него это просто была культура, которой он, как приличный, воспитанный человек, принадлежал. Но никоим образом это не было способом изъявления его знаний, его представлений о мире, которые были абсолютно научными, абсолютно эволюционистскими и абсолютно материалистическими. Достаточно даже шапочного обращения к его произведениям. Ну и, конечно же, когда религиозники начинают свои инсинуации, фигура, которую больше всех начинают и падят, старейшина всех физиологов, почетный титул Иван Петрович Павлов, основоположник учения о высшей нервной деятельности, согласно которому чисто биологически определяются наши эмоции. Вот долгое время до Павлова ученые были в таком, как бы, замешательстве, в таком просаке, в двоякости. Они пытались представить себе соединение человеческого сознания и тела, подобно тому, как будто бы в огромной машине за пультом управления сидит кто-то и управляет этим всем. И наш мозг, наша нервная вся система, подключенная к нашей физиологии и анатомии, являются огромные машины, которые управляет наша душа, помещенная в наше тело, в наш мозг, возможно. Вот, и эта самая душа дается свыше. А мозг это просто такая панель управления, большой такой диджейский пульт, грубо говоря. И проявлениями души являются, опять же, наши страсти, которые нематериальны, наши чувства, наши эмоции. Академик Павлов доказал, что это все материально, на уровне науки своего времени, достаточно архаично и вызывающе много критики сегодня, хотя Невзоров пытается это все в классическом виде сегодня реанимировать. Он утверждал, что даже наши эмоции имеют биологическое происхождение и содержание. А сегодняшняя нейрофизиология это полностью доказывает, уже полностью отойдя от концепции чистого листа, та была раска, которая была до Павлова. Но по своему происхождению семисвященника, по своим каким-то личным вкусам, ну, Павлов был весьма своеобразный человек. Есть предположение, что на свою премию он построил церковь Ильи Пророков, которой было его отпевание, но здесь проверить нельзя это все. Павлов очень любил читать Библию, будучи полным атеистом, он об этом прямо всегда заявлял. Ну, известен случай, когда комсомольцы, встретив этого благобразного дедушку с Библией в парке в воскресенье утром на скамеечке, просили ему, что, дедушка, Библию читаешь? Да, внучки читай. Эх, темнота, сказали. Сказали молодцы, добрые молодцы. И промаршировали дальше мимо великого академика. Так что у него были свои пристрастия. По его завещанию он был отпет в православную церковь, хотя мы все знаем, как он умирал до последнего, но, будучи учеными, диктуя особенности затухания работы своего мозга, чтобы это осталось в науке. Так православные не умирают. Совершенно по-другому. Они стремятся там исповедаться, собороваться и так далее. Вот. Ну и прочее. Его самые главные заявления о том, что именно научное познание, лишенное религиозности, он прямо на религию наезжал, должно быть основой для здравого смысла, для здравой, для чистой науки. Ну и главный корифей чистой науки. Фрэнсис Бекон, основоположник эмпирического, опытно-экспериментального метода познания, и его главный антипод, французский философ и математик Рене Декарт, основоположник рационалистического, умственно-умозрительного способа миропознания. Декарт был ярким деистом, то есть он не просто утверждал существование Бога, он еще много об этом пытался согласовать своей теорией, со своими Декартами, координатами, своим представлением о трехмерности пространства, инерциальности всех форм движения, и попытался математику объяснить, как голос Бога в природе. А Бекон, когда я первый раз взял Томик, по-моему, великий органон, когда я взял Бекона читать, еще в институте учился, я просто был потрясен, когда я увидел нагромождение библейских цитат, одни цитаты, 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 цитаты. И он не просто использует это как язык для обращения к своим сверстникам, к людям своего поколения, он действительно пытается ими аргументировать то, о чем он говорил, свое идею чистого знания, которое лишено идолов, лишено каких-то неразумных предположений, лишено веры в авторитет, лишено рассмотрения природы по аналогии с человеком, и так далее. То есть даже сами основоположники чистого знания были весьма нечисты. Что из этого моего рассказа следует? Ну, можно, значит, вывести представление о том, что вообще не бывает чистого знания, и все, пошла на пропалую. Пошла свистопляска, и мы начинаем горцевать в самые темные, далекие и мрачные области, страшно далекие от науки, потому что, если мы освобождаемся от этих идолов, от представления о том, что, дескать, были настоящие ученые, а сейчас все ученые им в подметки не годятся. Итак, альтернативы науки, которые на основе вот такого специфического, всепозволительного мировидения возникают. Итак, если чистой науки не бывает, и быть не может, рассуждают некоторые, значит, мы можем сляпать какую угодно систему, но главное, чтобы она была внешне достоверной, внешне непротиворечивой. Если мы имеем способности красноречия, такие, чтобы втюхать эту систему всем остальным людям, которые за это нам заплатят денежку, то почему бы и нет? Говорят нам представители и восточной медицины, и гомеопаты, и уфологи, и кто угодно другие. Мы об этом частично поговорим, частично я об этом уже рассуждал в своих предыдущих занятиях на тему, например, на тему науки и научного познания. Некоторые ученые строго разделяют лже, квази, псевдо, паранауку. Некоторые считают, что это все одно проявление антинаучного знания, поэтому спорить о разнице в приставке смысла здесь, видимо, нет. Но, как правило, псевдонаукой называют имитацию научной деятельности, паранаукой называют какую-то область, которая имеет черты науки, близка к науке, но не имеет всей полноты научного знания. Вот, например, опытно-теоретической доказательности и так далее. Антинаукой называют то, что пытается вместо науки стать, например, саентологией, своеобразной религии в Америке, которая пытается привнести видимость некого нового знания научного, или там же в Америке очень популярное религиозное движение под названием библейская наука, которая активно выступает против врачей, например, которые свою собственную альтернативную систему пытаются дать. Или креационисты, которые, скажу позже. Или лженаука, например, которая прямо берет и вводит ненаучные знания внутренней науки, тем самым оскверняя вообще всю чистоту научного познания. Или контрнаука, когда речь идет просто о борьбе с научным знанием. Вот примерно так мы с вами и будем рассуждать о всем том безумном базаре, который нас окружает. Начиная с астрологии, которая фактически действительно является главной идеологией всего мира, по крайней мере России. Когда люди каждое утро как утреннюю молитву прослушивают или прочитывают гороскоп на сегодняшний день, когда обвешиваются или даже делают на себе татуировки в знак своей зодиакальной принадлежности, выбирают себе спутника в жизни согласно их принадлежности, то речь идет о чем? Речь идет о системе, которая влияет на жизнь, которая является фактически религиозной. Она имеет внешний вид научности, она имеет какую-то убедительность. Но что лежит в основе, даже, кстати, далеко не всякий астролог объясняет, что в основе всего лежат духи разных планет. А они как бы обычно начинают с середины. Вот здесь планеты, их расположение зависит в поведении людей, но это знают так все. Вот, просто здесь главное добавить побольше определенного аперитивчику и определенные психологические эффекты. То есть, например, если такой психологический эффект, если человек хочет во что-то, чтобы что-то осуществилось, оно начнет для него осуществлять. Он начнет негласно, незримо, нечаянно сам пододвигать свою жизнь к тому, чтобы пророчества о нем осуществились. Вот, значит, или второй эффект, он начнет своеобразным образом пересматривать то, что получилось, чтобы подогнать результаты под то, что он говорил сначала. Хотя вначале он мог говорить совершенно нечто другое. Или третий эффект, наиболее чистая астрология, наиболее общий эффект кассироги. Сегодня вы будете пользоваться общественным транспортом. Водолей, сегодня на вас будет действовать гравитация Земли. Наиболее общее утверждение взять и приделать своей собственной жизни. Было бы желание поверить во что-то. И когда у Водолея падает что-нибудь на пол и разбивается, он понимает, что речь идет об этой самой гравитации. И когда кассирога обрызгает общественный транспорт, он вдруг вспоминает сегодняшний прогноз. Так что астрология, конечно, действует на тех, кто хочет в нее верить. За ней идут различные биоэнергетика. Это вообще слово энергетика. Оно сегодня стало в современной науке в России таким пуговым. То есть тот, кто его и употребляет, просто с ним стараются. Состоящие учены просто не общак. То есть эти учения о чакрах, об информационных полях каких-то, на которых, кстати, устроится вся нетрадиционная медицина, включая это в называемую восточную медицину со всякими там неглоукалываниями и так далее. Речь идет о разных частях нашего тела, разных энергиях, каких-то пунктах, из которых можно одну энергию выгнать, другую там вогнать и так далее. Вот. Люди бешеные деньги отдают, отдают, например, на определенное целительство, которое на этом основано. К примеру, у меня был сосед, который в силу алкоголизма его родителей одновременно владел всем букетом, то есть заболеваний. То есть у него было и ДЦП, и гидроцефалия мозга, и в лёгкой степени дибилизм, и нарушение зрения. У него была сильнейшая дальнозоркость, вот, и он едва мог просто видеть, когда его родители отвезли его к определенному пророку, на моей родине это было, и пророк первое, что он сделал, религиозный человек, обвешеный без иконами, ну, разумеется, бывший какой-то пролетарий, он сказал, снимите очки с своего ребенка. Родители сняли, ребенок вообще не может ходить, он натыкается на каждый предмет, он падает на ровном месте, родители, видя это, всплескивают руками, говорят, ну, надо же, лучше и лучше, лучше и лучше становится. Было бы желание поверить, и тогда, разумеется, найдется. С другой стороны, то, что сопутствует всем нам, это наша страшная история, недоказательная медицина, которая собой наполняла огромное, забирала огромное количество времени, нашего оседничьего, денег, вся всей ностальгии по советскому периоду, вот это все, все это безумие, весь этот моразм заново возрождается, вот, в таких старых формах, или в новых каких-нибудь формах, в виде какой-нибудь там балеологии, например, которая утверждает совершенно фантастические, но околонаучные вещи на тему того, что если что-то полежит возле какого-то яда, то оно впитывает информацию от яда, как будто информация, это какая-то отдельная среда, духовная среда, отделенная от материи, и может действовать совершенно иначе, например, оздоровительным образом. Ну, размах гомеопатии, конечно, отображен, например, сегодня в России она фактически слилась уже с официальной медициной, гомеопатические средства продаются в аптеках, ну, людей БАДы едят как лекарства, так что, что взять, значит, что только не сделаешь, лишь бы только спортом не заниматься, не соблюдать, не соблюдать режим, не вести образ жизни, который содействует здоровью и жить в той стране, которая содействует более всего. Экстрасенсорика, конечно же, различные люди, которые могут экстрасенсорить, то есть сверхчувствительный буквальный перевод с латыни, то есть те, кто могут почувствовать то, что они видят другие, какие-нибудь приворожить, кого-нибудь отворожить, удалить зубы по фотографии, увидеть прошлое, будущее, бесконечность, сглаз, порчу снять, что это наполняет жизнь нашу, открываешь, ну, не последнюю, конечно, пока что еще не настолько плохо в нашем обществе, а предпоследнюю страницу любого какого-нибудь желтого информационного бюллетеня бесплатного, как правило, и видишь сплошь там, мать Анастасия, потомственная целительница и монахиня-схимница, тоже потомственная монахиня-схимница, сделает с вами то-то и то-то, какая-нибудь мать Белатриса, или там, сестра Сигизмунда осуществит кодирование, перекодирование, и прочее, то есть люди идут, лишь бы только был результат. Иногда он бывает, я про это говорил в разделе религии, то есть когда очень-очень сильно хочется поверить, важен толчок, иногда этот толчок дают вот эти всякие шарлатаны, которые заставляют запустить какие-то компенсаторные механизмы в самом организме, иногда просто нужен выход из депрессии, иногда нужна смена деятельности, новый взгляд на вещи какой-то, иногда просто нужно, чтобы внимание уже поговорили, просто обратили взгляд на тебя, такого никому не нужного, и все эти механизмы сразу действуют, люди иногда действительно от чего-то избавляются. Соматика главная причина, а вот эти ребята, они в соматике просто преуспели. Туфология, различные серые, зеленые человечки, которые мир наш посещали, посещаются, разбивались там в зоне 51, до сих пор помню, как мне мой знакомый просто был поражен тем, что я отрицаю существование инопланетян, поскольку он своими глазами видел вскрытие инопланетянина по телевизору, ну по тому же самому телевизору, по которому показывают, например, Путина, но правда это почему-то не привело его к представлению о несуществовании Путина, а совершенно обратным путем его ум начал работать. Уфология происходит вот УФО, неопознанно летающий объект, то есть речь идет о каких-то останцах, которых уфологи ищут следы в древних цивилизациях, пытаются заткнуть все дыры в объяснении каких-то исторических процессов. Например, если только в конце 20 века строительная техника научилась строить нечто подобное египетским пирамидам, значит предки не могли, значит кто-то другой построил, инопланетяне пролетели. Иногда бывают красочные, интересные, фантастические, фантастические описания, например, в фильме «Звездные врата» великолепно, в самом первом, вот, или в «Прометее», например, но в большинстве случаев это просто попса, призванная, заткнуть какие-то элементарные бреши. Ну, часто от уфологии как раз и пляжа то, к чему мы потихонечку подбираемся. С вами конспирология, когда речь идет о каких-то тайных агентах, иных вземель, иных планет, иных цивилизаций, которые управляют общественным мнением, которые зомбируют, вот тоже слово, вошедшее в обиход, то есть, представляя, превращают нас не в тот, то есть, изначально зомби, понимались оживленные какие-то мертвецы, сегодня это более расширенные понятия, то есть, люди осуществляют какие-то действия, идут зачем-то, за каким-то чертом покупают новый айфон, влезший в кредит на полтора года вперед, и не могут потом понять, зачем они это сделали. И вместо того, чтобы просто осознать свою ошибку человека с отсутствующим мировоззрением, с крайне подавленной системой мотивации, они начинают просто скидывать на кого-то другого принятие решений, вплоть до рептилоидов, которые через какие-то жидомасонов, сквозь американские доллары, с помощью Билла Гейтса, или выше 5G, тайну управляют всеми нами, посредством современной техники, например, смартфонов, не единственное, от них спасение сегодня уже даже в тайгу не спрячешься, потому что спутники тебя облучат, поэтому шапочку из фольги надень обязательно, вот, потому что иначе они твой мозг просто просветят и превратят тебя в биоробота, а еще хуже, если ты будешь сделать прививку от ковида, самого ковида на самом деле нет, как утверждают эти конспирологи, а это просто возможность для того, чтобы тебе вживить микрочип, конспирологи, это, конечно же, симптом того, что люди перекратили верить вообще в возможности не только науки, не только развитие техники, не только создание правильного общества, люди прекратили верить в собственное развитие, они смирились с тем, что они не могут выйти никуда за рамки своего сложившегося, жалкого, тухлого, серого микрорайона, за рамки своего ожирения, за рамки своего утомления, вечной уставности, своего гнетущего и безрадостного образа жизни, люди отчаялись, они перестали верить в какое-то изменение чего-то. И таким вот образом и возникает на фоне отчаяния, на фоне прекращения веры в науку, на фоне всеобщего недоверия каким-то большим рассказом, общественным ориентиром, начинают возникать самые жуткие фантазии. И самое главное, когда эти фантазии начинают смыкаться в нечто промежуточное. Чем они становятся? Модно выражаясь гибридным соединением, как Владимир Соловьев, когда дописал, науки, богословия, техники, искусство, зачем-то разделить, значит, так нужно было. Либо они являются кентавром, техническим соединением, либо это просто безобразный, неженетпособный мутант, как антипрививочники, например. Каждая из современной конспирологии, а безусловно, как всякий современный миф, имеет какую-то здравую мысль в себе. Никакое из них не строится на абсолютной лжи. В том и силах, если бы они просто были вранью, на интуитивном уровне, в нас бы срабатывал какой-то клапан, и мы просто отмахивались от этой всей ерунды. Но когда нам говорят очевидные вещи в своей основе, мы начинаем прислушиваться. Есть то, что нам дальше, говорится, подтверждается какими-нибудь барабанящими нам по мозгу якобы аргументами, то мы это и принимаем как бы письмо 500 академиков на тему ковида, результатами исследования которого медузой, которую правда сейчас иноагентом обозвали, поэтому нужно об этом всем сообщать, оказывать, что либо этих академиков не было в живых, либо они были не академиками, либо в лучшем случае академиками в других науках, либо просто погорячились, не то сказали, что подумали. Вот и возникает якобы научное описание, что ученые доказали, что на самом деле. Так что, а результат мы имеем тот, вот эти катастрофические, просто катастрофические цифры по смертности избыточной в России, по развалу экономики, по превращению людей просто в зверей по отношению друг к другу. А начинается все действительно с малого, с того, что люди начинают на том основании, о котором я до этого подробно говорил, начинают критиковать научный авторитет. На основе того, что чистых ученых не было, на основе того, что кроме научного знания есть еще и другие формы и прочие. И сегодня наука действительно потеряла статус какой-то идеологии, и это хорошо, в отличие, например, от марксизма, ленинизма, диалектического материализма в советское время. Света вместо пусто не бывает, вот оно и заполняется всякими крипунами и прохиндеями. Но главной из этих кентавристических форм, конечно же, является креационизм. Креацию творю по-латыни, то есть учение о сотворении мира Богом. В широком смысле слова, в более узком, так называемый, научный креационизм, попытка с помощью научных данных доказать вышеуказанное, то, что Бог сотворил мир. Креационисты делятся на две категории. Есть буквальные креационисты, так называемые младоземельные, которые в полном согласии с текстом Библии утверждают, что Земля семь тысяч лет и так далее, что день, в течение которого было сотворение мира, это день, равный 24 нашим современным часам, вот, даже 12. Есть старые земельные креационисты, которые чуть более метафорично воспринимают некоторые из этих моментов, которые можно в силу своей испорченности или чуть более обширного научного багажа. Один из основоположников современного так называемого научного креационизма это американский богослов Генри Моррис. Недавно он умер, по-моему, в 2006 году. Американский проповедник, по-моему, баптистский в своей книге «Библейские основания современной науки». Подробные подробные, чем занимаются креационисты. Пункт первый, они хают теорию эволюции, выискивают в ней зазоры, и в этом большая заслуга креационистов, кстати говоря. Они помогают эволюционистам не зазнаваться, не зарываться, и быть всегда на стрёме, всегда контролировать своё знание, объяснять его так, чтобы потом не объяснили как-нибудь двояк, не переобъяснили тебе. А во-вторых, пытаться, значит, современные какие-то научные данные, тяп-ляп, я услепил из того, что было, потом что было, и нарекла креационизмом, привести свою собственную концептуальное представление. Например, о том, что миру немногие миллионы, всего лишь там 7 тысяч лет. Ярким представителем креационизма в России являлся ныне покойный священник Данил Сысоев, который, в общем-то, в чисто протестантском виде креационизм перенёс в российское гуманитарное пространство, дав возможность малограмотным или просто некомпетентным шире своей узкой области каким-нибудь учёным за это схватиться, как за какую-то рабочую гипотезу. То есть, это попытка полностью дезавуировать, дискредитируя всю теорию эволюции своих самых главных постулаток. А во-первых, что выживает сильнейше, то есть, наиболее приспособлено к изменениям среды. Второе, что развитие идёт посредством борьбы. Борьба может быть заключаться между видами, популяциями, она не обязательно имеет агрессивный характер. Борьба может идти одновременно с соперничеством, с товариществом и с симбиозом даже между некоторыми особами. И третье, самое страшное для христианина случайность. Нет никакого направленности, нет никакой цели, которая эволюция идёт. Это просто пымс! Это просто так вот получилось в какой-то момент времени. Хаос это основанная сила. Не просто та сила, из-за которой получилась эволюция, более того, это творческая сила. Хаос и случайность это то, благодаря чему развитие вообще куда-то там идёт. Если оно идёт вообще в мусульманском мире, полностью заимствовав идеи Генри Морриса в менее грамотный и начитанный регион. Турецкий автор Харун Яхья ко всем гипотезам, философемам Генри Морриса он приписал цитаты из Корана и представил это как свою собственную теорию о самого себя как величайшего мусульманского автора. И сегодня его авторитетом Харуна Яхья пользуются различные мусульмана рождённые интеллектуалы пытающиеся доказать что ислам это не жуткий кошмарный варварский средневековый пережиток который нам сегодня несёт идею неравенства насилия и отсутствия развития а вполне себе может быть даже основанием для научного развития гармонии справедливости и т.д. К чему ведёт креационизм в целом ключевой его пункт это регрессивское видение мира креационизма что если согласно теории эволюции более развитые формы начинают господствовать вполне возможно что это будет даже не человек это коллективное массовое сознание ноу-сфера например или компьютерная сеть SkyNet или Матрица ну в общем выживает сильнейший наиболее приспособленный то по учению креационизма Бог сотворил мир а вот он всё начинает деградировать хереть распадаться на кусочки потому что дьявол вот именно этот самый дьявол он и делает людей более демоническими они становятся всё хуже оскотинливаются постепенно и короче говоря конец света не минуем а мы своими действиями его только приближаем поэтому всё будет очень плохо учит креационизм вот именно важно что креационизм стартовал им непосредственно в протестантском мире которому свойственно вот именно вот такой регрессистской видне мира и вполне прижил сегодня в православном сознании который вообще рассматривает мир как циклическое повторение предыдущих процессов в их деградации и дегенерации люди становятся подобны демонам как Дугин об этом пишет сегодня залезая в автобус уже не вполне понимаешь люди в нем или инфернальные существа ну и в исламском мире тоже свойственное представление в католичестве например там другая кухня но об этом чуть позже вот к примеру кадры из мультика футурама где очень ярко и злобно показывается диспут между ученым-эволюционистом профессором фартсвордом ну и разумные обезьяны когда речь идет о промежуточных каких-то формах это пародия на дискуссии между эволюционистами и креационистами где же переходная форма между обезьян и человеками много часов спустя значит все равно разговор продолжается потому что несмотря на то что профессор фартсворд указывает многочисленные переходные формы называя их по имени даже по тому месту где они были обнаружены все равно ученый-обезьян утверждает что между предыдущей формой и этой точного совпадения это требует еще более точное назвать и уже все митингующие разошлись много часов прошло плакаты побросаны а ученые до сих пор спорят да все это дело строится на вере по большому счету если человек во что-то мы просто должны обратиться к реду эко абсурду я веру потому что это абсурдно и для меня какие-то аргументы не важны для принятия моего решения а лишь только для манифестации своего взгляда в педагогических или миссионерских воззрения гибридная форма теория направленной эволюции ее одну из версий разработал как раз Пьер Теяр де Шарден в книге феномен человека то есть эволюция это идет сама по себе но добрая боженка ее ведет по определенному плану этим планом является возникновение человека человеческой цивилизации человеческий ум который своим кольцом охватит весь мир и тролляля сказка станет явью вот значит и хотя Теяра де Шардена как еретика почти осудили в свое время он умер вот до официального обсуждения вот до каких-то внесений там в индексы запрещенных книг то сегодня его теория предыдущим римским папой официально теория разумного замысла как она сегодня называется или направленной эволюции является официальной теорией принятой католической церкви сегодня католическая церковь не признает креационизм но и не признает эволюционизм в дарвиновско-гекслевском изводе это теория именно Теяра де Шардена которая является именно вот их 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 копирайтом попыткой примирить непримиримое ну как в фильме Доба наверное попытка примирить однозначно внешние какие-то силы и доброго заботливого творца который все-таки каким-то образом без всяких там теодицей за этим всем стоит ну и как перспективу конечно же для чего все эти споры ведутся для того что в наше время действительно есть вполне серьезные видимые всем нам зримые возможности превращения религии в социально-политическую и даже экономическую сферу говоря там о Софрине или там о каких-то экономических грандиозных проектах российских иерархов даже иепархиальных не об этом будем говорить а в грандиозную политическую силу не только в том заключается что заходишь в кабинет любого чиновника видишь его весь обставленный иконами даже если заходишь в кабинет чиновника на Кавказе в мусульманском регионе но сегодня лица духовенства фактически приравнены к чиновникам они могут участвовать в принятии политических вопросов они решают что такое хорошо что такое плохо они формируют или подвигают кого-то на принятие каких-то запретительных статей Поклонская Милонов или Герова и прочее двигаются туда куда добрые батюшки их подталкивают и сегодня православие перестало быть какой-то богом в душе для кого-то там оно перестало быть каким-то архаизм сегодня это серьезная политическая сила которая влияет на формирование воспитания школьников на программы обучения во всех учебных заведениях на массовое сознание на то за какие лайки тебя погладят по голове за какие репосты посадят в тюряшечку все это в общем-то важно сегодня нет статьи за оскорбление чувства атеиста но есть статьи оскорбление чувств верующих как будто у них какие-то особенные чувства есть так что вот к чему приводит подобная кентавристика но увы этим все не ограничивает помните я упоминал о контрнауке то есть не просто о попытке сляпать какую-нибудь свою собственную мутантную системочку но о том что просто попытка уничтожить науку как таковую и такие версии тоже есть начинают различные конспирологические гипотезы которые касаются например алкоголя сколько там так называемый профессор так называемый академик жданов или так называемый академик нарбеков сколько они на эту тему там всего значит дезориентирующего развили уже фактически приучили массовое сознание например к тому что алкоголь это яд вот эти люди теперь выпивая на основе соматической продолжает действовать они к ощущению что они пьют яд потом люди болеют значит так что различные конспирологические версии согласно которым ученые на самом деле являются агентами страшных каких-то сил каких-нибудь случаев когда приходит приводит к крушению и сожжению вышек 5G потому что либо интернет нам такой не нужен либо под видом интернета самый страшный рептилоид планеты Билл Гейтс нас здесь всех зомбирует чипирует кодирует и так далее ну в данном случае правда вышка 4G изображена но ее честно человек признал что он ее сжег потому что искренне был убежден убежденность не требующая доказательства вышка 5G вот один из самых ярких не единственных но главным рупором и кристаллизатором идей нового варварства конечно же является бывший олигарх а ныне овцевод и создатель хлеба за 500 рублей булка и большой очень 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 большой противник гомосексуалов Герман Львович Стерлигов вот именно из его уст прозвучала фраза которая триумфально знаменовала возврат или обращение или просто наверное декларацию факта наличия нового средневековья колдуны ученые это колдуны проклятые причем колдуны вот здесь например его твит который посвящен гибели одного из величайших ученых 20 века теоретиков науки Стивена Хокинга вот пример каким образом подобные стерлиговые люди а у него и прямых потомков последних последователей очень много и в общем-то стерлиговианство у меня на эту тему есть большая достаточно обширная статья распространено вообще в России сегодня то есть речь идет о полном отрицании и когда приводят аргументы стерлигов действительно с ними трудно согласиться пластиком вся природа загажена это раз кто пластик придумал все средства массового уничтожения созданы учеными начиная от ядерной бомбы и заканчивая возможно уханьским вирусом оружие просто все оружие это одна из производителей оружия это те кто вообще наук сегодня субсидирует это три наука не смогла уничтожить проблемы со здоровьем древности но добавила новых заболеваний спид например онкологические аллергические психические заболевания это четыре и так далее то есть действительно если мы посмотрим на глобальные экологические потрясения на разливы нефти то мы в принципе не увидим действий продажных политиков осатанелых толстосумов для которых быть карманы за самый главный спорт в их жизни вполне действительно все средства которые они используют это средства научные и можно на этом основании просто взять и всех обвинить в том что это сами ученые виноваты потому что не индийцы виноваты с твоим отсутствием гигиены в том что вся Индия покрыта толстым слоем пластика и когда экскаватор пытается углубить русло реки он доцикляет и рвет пластик не их антисанитария в этом виновата те кто изобретет пластик ну это вполне возможно за деревьями не видим леса но уставший человек утомленный обозлившийся не верящий в возможности перспектив на которого обрушились на свой кризис среднего возраста разочарование в себе он очень падок такой человек на всю эту бакханалию современного варварства и в худшем случае конечно к чему это может привести когда противники научного взгляда освобождающего человека от оков различных древних социальных и социальных и идеологических конструктов просто используя достижения современной науки пытаются уничтожить то откуда современная наука пришла и у них это вполне получается когда мы видим что наука не в руках ученых создает золотистый рис который Африку спасет от бедствия а создает например какие-нибудь бесконечные гаджеты использующиеся теми же самыми террористами которые с помощью дронов яды или помбы сегодня распространяют в разные места и когда складывается история наша современная складывается таким образом что человек должен пояснить за то что он атеист пояснить за то что он не верит в бога он должен кому-то в чем-то давать отчет он должен чувствовать себя второстепенно светское мышление сегодня постепенно отодвигается за рамки норм религия входит в школы в больницы в детские дома в дома престарелых она практически уже везде проникла вот это и есть самый главный наезд на религию православные хорокбиносцы пытаются сорвать концерты по-моему в данном случае был то ли то ли принц нет принц уже умер мадонны по-моему разрывая символически его и такие люди сегодня являются там ну вот и именно эти возможные фрики но ручаюсь что у меня в круге общения ребята с подобными взглядами есть я думаю у вас также они есть и это безумие продолжает расширяться и в чем опасность антинаучности вот этого нового варварства формата стерлигова или православных хорокбиносцев потому что когда нам покажут таких фриков мы сразу от них отпихаемся мы с такими не будем таких на чай домой не позовем а когда нам то же самое но в более прилизной форме какой-нибудь в модной качках милонов проповедует через свой какой-нибудь ресурс информационный или пропихивает в виде законопроекта в доме в прилизанном виде срабатывает принцип китайского торга когда тебе китайцы говорят тысяча ты что сдурел что ли 500 и в итоге сторгуемся на 750 так же точно и здесь когда нам сразу показывают безумного совершенно стерлигова который вместо чистки зубов мажет их смолой а потом они у него все выпадают но все равно виноваты колдуны ученые нам подобные вещи будет вещать например чуть в более приличном виде человек в синеньком костюмчике сидящий в приличном кресле мы уж по другому к этому отнесемся конечно и в итоге формирует совершенно новая реальность которая пытается социальная реальность которая религию ставит на то место в принятии решений в ответы на вопрос основные нашего бытия в формировании общественного мнения в личном каком-то ответе на главные жизненные вопросы для каждого человека в политической целесообразности в мотивации в развитии экономики в главных нормах и в цензуре для развития культуры и что в итоге мы имеем человека который не имеет трезвого критического взгляда на вещи которые зависим полностью от того что ему преподносится вот начинается все как раз именно с наезда на науку заканчивается все новым средневековьем новым варварством в котором единственный свет который может воссиять ну нам бы очень не хотелось согласитесь вот такого света который сожжет там всех неверных во имя священного джихада или уничтожит проклятую Америку с ее американцами которые виноваты за то что мы гадим в подъездах или гей-ропу со своими вородатыми женщинами и прочее так что вот к чему ведется новая варварство здесь друзья мои я говорил непосредственно о демонической стороне антинаучности наука это не просто одна из форм духовной культуры наука это главная форма духовной культуры потому что она задействует то что делает нас человеком стимулирует разогревает это развивать нас критическое мышление привязанность нашей логики к фактажу современного мира стремление перепроверить стремление обречь какую-то истину в логические формы которые будут доступны всем остальным и самое главное это отбросить от нашего знания все предрассудки суеверия глупость невежество которое мешает его развитию не в таком случае освобожденный от разных пут наша фантазия она с хомо сапиенсами делает именно она развивается настолько что станет главным мотивирующим в нас силы и заставит нас придумать как ее существовать и тогда мы действительно сделаем сказку былью тогда мы действительно построим рай на земле чтобы здесь и сейчас нам жилось хорошо вот что такое научное знание но соответственно те кто рылом не вышел для такого не способны будут вставлять нам палки в колеса столько сколько им позволит нынешнее существующее политическое положение но все-таки будем оставаться оптимистами и верить в развитие науки которые есть развитие человека аминь братья и сестры аминь